Далее, конечно, поговорим про добычу еды. Но, смею вам напомнить, что у меня на канале есть полноценное видео про добычу, так скажем, еды. Причем в зимних условиях там сложного ничего нет, какую-то растительную пищу всегда можно найти. А летом, весной, либо осенью с едой вообще у вас никаких проблем не должно быть. Так же, получится. Растет крапива, вырастают уже грибы, даже весной, сморчки, называются либо строчки, либо множество других грибов с едой. Я скажу, почему я поржал, значит. В среднем, в среднем взрослому человеку, мужчине нужно для возмещения, скажем так, энергии, затраченной в течение дня, потреблять где-то около 2000 ккал в день. Значит, я прикинул калорийность грибов, Игорь, я готовился, я готовился к этому, к этой записи. Вот, я прикинул калорийность грибов, понятно, что там у кого-то у каких-то больше, у каких-то меньше, но в целом это пипец какая некалорийная пища. И вам нужно, для того, чтобы восполнить все эти свои запасы потерянной энергии, больше не забывайте, выходите по лесу, потом вы вдруг потерялись, вы занервничали, перенервничали, вам нужно собирать костер, вам нужно собирать дрова, вам нужно добывать еду. Так вот, вы тратите кучу энергии. В лесу, на самом деле, действительно тратите. Вот, и для того, чтобы грибами восполнить эту потерянную энергию, нужно сажать где-то порядка 10 кг грибов. Но мало того, что сожрать, их нужно сначала собрать, найти и собрать. Ну, блять, как вы можете их найти, если вы потерялись? И вы, если будете ходить дальше собирать, вы потеряетесь еще больше. Так что вот здесь какая-то, какая-то это, крапивы тоже, я так понимаю, не слишком сильно наешься. Поэтому, когда люди советуют, что вот вы потерялись, разведите костер и начинайте добывать еду. Нет, блять, бегите. Ну, не в смысле бегите, а старайтесь как можно быстрее выйти из леса. Потому что время, потраченное на разведение костров, на сбор дров, на поиск еды, время, потраченное на приготовление этой еды, это все неэффективные затраты, абсолютно неэффективные затраты. Ну, как-то, ну да, если нужно переночевать, да, естественно, лучше уметь разводить костер. Если вы при этом вдруг нашли там какие-то ягоды, идете и походу их собираете, ешьте. Но, черт возьми, во-первых, они вам это фактически не возместят, никакой энергии вам не дадут, это во-первых. А, во-вторых, это тратить время на поиски, это вообще неэффективно, это вообще дурость, откровенная дурость. Ну, ладно, смотрим дальше. Есть черемша, колба ее еще называют. Даже у нас в Сибири бывают случаи, когда едут группой на добычу весеннего кедрового ореха. Вот, поэтому можно, если вы в каком-то кедровом лесу не дай бог соблудились, то там можно поискать уже кедровые шишки и, собственно, уже эти орешки употреблять. Да, они будут невкусные, но, тем не менее, необходимый запас веществ для поддержания организма у вас будет добыть. Не будет никакого запаса веществ, не будете вы восполнять запас веществ вот этими орешками, вот этой черемшой, вот этими горстью ягод или тремя сушеными грибами, с сырыми грибами, найденными под ногами. Не восполните. Попробуйте. И что, и... Возьмите просто-напросто, вот целый день не ешьте, а под вечер три шампиньона, два, там, черемши себе сырой на это, и крапива. Дома, не надо ходить в лес, попитайтесь этим день-два. Можете даже пожарить это все, типа на костре. И посмотрим, насколько вас хватит. Как сильно вы восполните свою затраченную энергию таким вот питанием. Добычу какого-то животного белка, ну, разве что личинок, можно показать, частью поковырять, какие-то гнилые береги. А про добычу каких-то животных я снимать никогда не буду. Я против всего, против убийства животных, поэтому на моем канале этого не дождется. Вот как раз вот животное, животный белок, это то, что может реально вас спасти. Но именно это человек отметает. И, ну, что я могу сказать. Да, может оказаться такая ситуация, когда человек, не знаю, по каким-то причинам, он потерялся, ушел вообще за десятки километров куда-то. И там не могут его найти, его ищут в другом районе и всякое такое прочее. Во-первых, для того, чтобы поймать животное без навыков, без навыков установки капканов, без навыков установки петель, это очень сложно. Это практически невозможно. Но если есть возможность, это нужно делать, потому что именно это вас спасет. И только вот это вот сможет вас спасти. И дать вам восполнение, хоть какое-то восполнение энергии. Я снимать никогда не буду, я против всего, против убийства животных, поэтому на моем канале этого не дождетесь. Обращаем внимание на растительную пищу и рекомендую к просмотру моего видео про добычу еды зимой. Оно может вас направить на путь истины. Если у вас сверху экрана подсказка не выскочила, то в описании я обязательно оставлю ссылку на это видео. С добычей воды и еды разобрались, с костром разобрались, теперь самое время плавно переходить к ночевке. С костром переночевать можно без любого укрытия, практически в любой мороз. Я это неоднократно на канале показывал, даже бытует мнение, что у меня один видеоролик. Показывают детям в школе на уроках УБЖ. Но это информация неофициальна, поэтому как-то подтверждать или опровергать я не могу. Значит, если у вас есть костер, действительно, укрытие такое, строить не обязательно. Особенно если у вас есть прогноз погоды, где дождя не обещается, строить не обязательно. Но если синоптики все же немножко вас обморули, надвигаются тучи, то, конечно, подумать о каком-то сооружении укрытия. У меня множество видов. По поводу костра и по поводу укрытия. Не знаю, наверняка есть люди, которые проводили вечера ночи у костра, подтвердят те слова, которые я сейчас скажу. Те примеры, которые я приведу, а те, кто не ночевали. Ну, поверьте на слово. Значит, если вы сидите вечером около костра, вот Игорь говорит, около костра можно переночевать зимой. Зимой я около костра сидел, что называется, разводил костерок, так, чайок скипятить. Вот. А в основном это была осень или ранняя весна, то есть когда был охотничий сезон или были мои походы. Так вот, когда вы сидите ночью прохладно около костра, вы не представляете даже, насколько жарко с той стороны, где у вас костер, и насколько холодно с той стороны, где костра нет. Поэтому слушать вот то, что он говорит, что вы зимой можете переночевать, да у вас та сторона, которая обращена от костра, отвернута от костра, она просто замерзнет к ядре, нефея. Вы будете ворочаться всю ночь и будете лезть на этот костер. Поэтому, что здесь может спасти в данном случае? Экран. Где ставится экран, причем даже экран надо ставить не с той стороны костра, как часто показывают, да, чтобы сюда пошло тепло на вас. Оно и так будет идти от костра. А экран за вами нужно ставить. Или там должно быть или ствол дерева, или там должен быть большой камень. Тот, который будет отражать тепло от костра и давать вам толкать это тепло вам в спину. Если у вас нету, сделать экран из тонких стволов деревьев. Растянуть, не знаю, если там не позволяет погодные условия, вы грибник, у вас наверняка все равно с собой будет какая-то накидка, дождевая накидка. Растянуть эту дождевую накидку, сделать ее в виде экрана. Но что-нибудь такое обязательно должно быть. Вот у меня такое впечатление, что человек абсолютно не... Вот он переночевал там, а бы как, да, вот снял этот ролик и делает какие-то выводы. Когда ты с этим сталкиваешься постоянно, когда ты ходишь, допустим, в поход, да, в 10-дневный поход, у тебя там как минимум 9 ночевок, да. И вот каждую ночевку ты сидишь, у тебя мерзнет спина. А, но ты там посидел и ушел в палатку спать в теплый спальник. А если у тебя спальника нету, и ты должен всю ночь так сидеть, да спина отвалится к чертовой матери. То есть вот лишний раз я убеждаюсь, что у него, не знаю, это не опыт, это отсутствие опыта. Да и даже просто отсутствие, скажем так, логики какой-то. Ну ты снимаешь, ты советуешь людям, ну черт возьми, ну продумай все это. Посмотри даже другие ролики, черт возьми, ну не будь ленивым. Различных вариаций, как можно собрать тот или иной шалаш. Буквально из хвойных иголок можно укривной материал сделать из мха, из дерна, даже вот передамы вот эту траву. Можно совершенно спокойно палкой откопать и уже этим дерном накрыть вот этот стучок, да, и как-то тут организовать. Значит, нужно главное проявить смекалку, любые подручные средства в лесу можно использовать для сооружения. Вот у меня вопрос опять. А что, блин, мы заблудились в лесу на грибники, ну ладно, хорошо, заблудились. Нафига городить огород, нафига строить дом? Для того, чтобы переночевать, если есть у тебя возможность развести костер, сядь спиной к большому стволу дерева под елкой, разведи костер. Небольшого костра тебе будет достаточно, сверху не капает, сзади у тебя прикрывает ствол, тебе отражает теплое, как экран работает. Спереди у тебя костерок, который тебя согревает и на него не капает, потому что дерево здоровое, ель всегда будет тебе давать укрытие от дождя. Зачем это? Вот это вот спать на земле, накрывать эти корни дерном, не знаю, вот строить вот эти вот какие-то укрытия, и сверху... На это все нужно время. Ваша задача как можно быстрее выйти из леса. Все. Вас больше ничего не должно волновать. Вы должны как можно быстрее. Если вы собираетесь там жить, да, надо тогда вон к лесным обратитесь, ребята, строить прекрасный каменный дом. Вот тогда так надо строить, а тут что-то... А вот это вот, для того, чтобы провести одну ночь, потратить такое количество времени... И, кстати, вот обратите внимание, дерн срезать, чтобы сделать укрытие, он додумался. А вот чтобы срезать дерн, развести костер в этой низинке и не победить вот этот вот верхний слой, Игорь Лесник почему-то, отвечающий за охрану леса, не додумался. И если вы поддержите мой канал подписочкой, мне будет не только приятно, но вы еще можете дождаться каких-то других... ...новых, следующих моих видео, где я буду... Обязательно. ...других еще вариантов... Я подписался. Подписался, и мне очень интересно будет смотреть за твоим развитием. Также отдельно хочется поговорить про заготовку дров. Я это в том же видео показывал, где зимой зачевал с костром. Рекомендую использовать, да, сухие, мертвые, стоящие деревья. Они и легко ломаются, во-первых, потому что другие будут гореть, и ущерба природе вы не внесете. А наоборот, даже сделайте лучше лесу, потому что какие-то древоточницы не будут золотиться на этих столах. Все, и зажимая дерево, например, промеж других деревьев, можно по методам рычага эти деревья ломать. Можно их использовать длинные, ломать метра на два, и уже их, собственно, использовать в костер. Вот, и чем больше дров вы сделаете, тем лучше. А у меня большой вопрос. А зачем их ломать? Если ты смог поднять ствол дерева для того, чтобы его сломать, ты его вот с помощью рычага его ломаешь, зажав между двумя деревьями, да? Значит, ты его можешь донести до своего лагеря, ты можешь его доволочь до костра, и ты можешь положить или концом в костер и постепенно сдвигать по мере сгорания, передвигать этот ствол, или же положить его в середину, и потом у тебя перегорев, ты имеешь уже опять два куска, ты можешь их опять положить, не знаю, там, или просто сдвигать в середину, к центру костра, или опять положить середину, там, вариантов куча. Зачем тратить силы, зачем тратить время на то, чтобы ломать тот ствол, который ты можешь принести до лагеря без всяких проблем? Для чего? Я, честно говоря, не понимаю. Я понимаю, когда у тебя печка, у тебя палатка-печка, ты пилишь дрова, ты их колешь, но это, извини, у тебя все бибуачное оборудование с собой. А вот так вот. Более того, это большой риск травмы, да, то есть летящие щепки, приломки и всякое такое прочее. Зачем такие риски? Игорь, вы как бы, ну, надо думать, прежде чем что-то с людям советуешь. И такое золотое правило есть у меня. Сколько бы троп перед ночью вы не наготовили, обязательно приготовьте еще столько, сколько есть, чтобы вам хватило наверняка, на ночь было возможно еще и наступить. Пускай. Если же у вас спичек и зажигалок не оказалось, хоть я и запрещаю вам ходить в лес без спичек и зажигалки. Игорь, на твоем бы месте я бы людям запрещал ходить в лес без карты и компаса и навигационных приборов, а потом бы уже спички и что там еще. Еще, блядь, нож. Нож обязательно, да, сука, чтобы зарезаться, в конце концов. Обязательно нужно с собой брать. Если у вас их не оказалось, можно попробовать развести обои. Методом трения. Я смотрелся на ботинках на ботинках. Я не комментирую это. Методом трения нет, не ко мне. Методом трения, по-моему, называется. Я не очень подкован в этих терминах. В общем, сделал лучок и посредством этого лучка мне удалось развести обои один раз. Второй раз, к сожалению, на вторую ночь у меня не получилось этого сделать, потому что пока я старался. Пока я старался, как муха на стекле, у меня ход собака. Снота упал прямо туда, в то место, где я. Сверло, где я реально пытался разогреть. Методом трения. Ничего не получилось, пришлось ночевать под дождем. Ну, не суть важно. В общем, если кто же... Минуточку. Я что-то не понял связь. Костер развести не удалось, и пришлось ночевать под дождем. А как же все вот эти вот твои, когда ты там строишь, там, дер на корень накинул и под этим спать? Или же вот-вот-вот то, что ты там укрытие строишь и дерном накрываешь? Нахера тебе костер? Сделал такую хрень, да спал бы. А то под дождем он спит. Я что-то не пойму, ты же нас учишь, как не спать под дождем, а ты спишь под дождем. Костер не смог развести, и все, под дождем. А, блядь, все, не буду, костер не получился, все, буду спать под дождем. Ну, как-то у меня вызывают сомнения такие ликвидаторы безграмотности, честно скажу. Ну, не суть важно. В общем, если все же не получилось у вас развести огонь, вот как у меня. У меня есть простой принцип выживания, который известен в местной школе. Движение это жизнь. А, да-да-да. Нужно, у меня практически в каждом ролике это есть. Нужно двигаться, двигаться, двигаться. На дереве, если где-то на счете, нужно всю ночь залазить, например, слазить. Залезать, слезать. Черт возьми. Я почему-то, почему я рассмеялся. Значит, в комментариях там один чувачок пишет Игорь, а вот для кого вообще такие ролики? Кто заходит там в глубокую тайгу для того, чтобы... и там теряется. На что Игорь отвечает? Ну, вот у нас бабушки живут там сбором ягодов, грибов. Я почему-то, блядь, представил бабушку, которая заблудилась. Во-первых, ну да, бывает, конечно. И вот она, последовав совету Игоря Лесника, будет ночевать на дереве. И постоянно, чтобы согреться, не разведя костер, она будет залазить и слазить. Ладно, залезать, слезать, залезать, слезать, сыной. Да, блин, она никаких потом, никакой энергии себе не восстановит теми грибами, которые у них ебут. Их курить надо, точно. Блядь, ну как же я не додумался. Их курить надо, черт возьми. Ну, вот они энергии-то добавят. Грибочки. Где-то в сугробе лежите, в снежанке, да, так называемой, которую я тоже неоднократно сооружал. В ней внутри тоже я вертелся, как пропеллер. Раз пятьдесят переворачивался, и мне становилось ручительно теплее. Если где-то вы... Вот тебе представьте, сколько раз вы дожмётесь за ночь, чтобы согреться, а потом, блядь. Сколько грибов можно собрать, чтобы восстановить от тески вот. Или крапивы съесть. Да, и, кстати, личинки, да, личинки точно помогут. Где-то вы на ходу, грубо говоря, да, проводите ночь. Я это тоже показывал, хоть и видео, это не очень популярно у меня. Ходить ночью по лесу тоже, между прочим, неплохой вариант, чтобы согреться. Блядь, вы вдумайте, чувак рекомендует, чувак рекомендует человеку заблудившемуся в лесу ходить ночью по лесу, чтобы согреться. Блядь, да что же это, на ёб твою мать? Ай, надо выпить, что ли? Но про травматизм этим методом я вам расскажу. Лучше избежать этого. Всё, двигайтесь, согревайтесь. Это элементарно. Да. Друзья, ещё можно очень много рассказывать на тему выживания, о том, как безопасно проводить время в лесу. Но всего на одном видео не расскажешь, чему не научишь. Конечно. Но как-то хотел со всего моего канала, со всех видеороликов собрать какую-то информацию. В одно полноценное видео, чтобы вот вам как-то передать эти знания, провести некий такой ликвез. Надеюсь, что вы снова из себя всё-таки узнали. Блядь, я узнал много нового. Просто пипец, сколько нового узнал. Из такого забавного самого, что самое интересное. Ну да. И давайте быстренько, кратенько повторим все правила, которые я сейчас рассказал. Это нужно, во-первых, подготовиться обязательно к походу. Исучить маршрут, рельеф, походу. Взять какое-то с собой снаряжение, проинформировать родственников. На всём протяжении маршрута нужно как-то подавать звуки какие-то дикому зверюшку. Какие-то звуки, блядь, Игорь. Ну, ты хоть... У меня собака всю ночь звуки подаёт, потом дышать невозможно. Тоже какие-то звуки. Ты конкретизируй, пожалуйста. Обязательно нужно разводить костёрки. Друзья, большое спасибо, что вы остаётесь со мной. Остаёмся. Ожидание моих дальнейших видео. Их обязательно у меня будет ещё очень много. Даже... Ладно, коротко. Значит... Что нужно сделать, чтобы не заблудиться? Прежде чем вы идёте в лес, возьмите с собой компас. Посмотрите по карте район, где куда вы идёте. Возьмите с собой навигатор. Если будет дубляж навигационных средств, допустим, есть навигатор, в телефоне есть GPS и плюс компас, это вообще прекрасно, потому что что-то может сломаться, что-то может потеряться. Ну вот. Самое лёгкое... Самое лёгкое... Как запомнить, как выйти вам из ситуации, когда вы заблудились? Ну, если у вас будет навигатор, это нельзя назвать, заблудиться. Но вдруг нету навигатора. Компас, всегда обыкновенный компас должен быть с вами. Посмотрите карту. Посмотрите карту. Например, с севера идёт высоковольтка. С запада идёт дорога. На юге идёт река. А на востоке у вас леса на сотни километров. Если вы вдруг заблудились, взяли компас, взяли направление или на дорогу, или на высоковольтку на север, или на юг к реке, вышли и вдоль реки дошли до дороги, или вышли на высоковольтку, дошли по ней до дороги, или сразу вышли на дорогу, без разницы. Или у вас движение только на запад и на юг может быть. Всё, этого достаточно. Этого вам достаточно. И вы выйдете моментально из леса, и вам не надо будет эту всю хуйню городить. Разводить костры, ходить по 200 метров туда-сюда, ломать деревья для того, чтобы положить их в костёр. Не надо будет делать вот эти вот шалаши. Или залезать на деревья и слезать всю ночь, чтобы согреться. Это ахинея, это просто ахинея. Научитесь, даже если нет у вас компаса, даже если нет у вас компаса, научитесь ходить по прямой в лесу. Выбрали направление, выглянуло солнце. Да, я согласен, если нет солнца, если небо затянуто, определить в лесу фактически направление невозможно. Все эти муравейники, ветки длинные и короткие, там с северной и южной стороны, это всё херня на самом деле. Я сколько по лесу ходил, я никогда не видел, чтобы всё это соответствовало. Но появились звёзды, увидели полярную звезду, определили, где север. Всё, выходите. Выглянуло солнышко, даже если оно среди тучек где-то, уже можно сориентироваться. Выходите. Всё, это элементарно, Ватсон. И вас не будут искать, не будут подниматься безумные силы спасателей, не будут родственники волноваться. Всё будет нормально. А если вы будете слушать вот такую вот хуйню, которую вам предлагают, то мало того, что вы проведёте ночь в лесу, и не факт, что вы выживете, потому что вас медведь задерёт, чёртовой матери. Или же вся ваша семья будет в состоянии шока находиться в течение нескольких дней, пока вас спасатели не найдут. А может быть и не найдут вообще, потому что будут искать совершенно не в том районе, где вы оказались. Так что, так что вот так. Но за Игорем я буду следить. Так, интересно, интересный ролик. Есть чему поучиться, что не делать. Так что ликвидация безграмотности прошла. Ликбез прошёл. Для меня во всяком случае точно. Ну что ж, будем следить за его успехом. Всё. Пока-пока.